Всем привет! У меня сегодня новое видео. Очень хочу рассказать вам об аромате, в котором на самом деле у меня уже было видео. Но это видео было в формате экспресс затеста. Это когда у меня было ну, к примеру, 4-3-4 аромата в одном видео. И были пробники на них. В общем, я рассказывала там 5 минут на каждый аромат. Так как у меня есть мини-версия, я решила более подробно рассказать. И этот аромат вот такой. Я уверена, что вы все его знаете. Это у нас Gucci. Та самая ромашечка Gucci. Вот так она выглядит. Вот так вот выглядит ее флакошка. Ее коробка. Здесь у нас 5 мл в этом. И здесь у нас Eau de Parfum. На самом деле, самый мелкий разлив, если я не ошибаюсь, 40 мл. Итак, что у нас здесь есть в этом аромате? Это у нас ромашка, горький миндаль, мускус, индийский жасмин, ваниль, сандал и белый кедр. Вот что у нас есть в этом аромате. И я считаю, что в этом аромате в нем все прекрасно. В нем все прекрасно, начиная от бутылки. Мне бутылка невероятно нравится. Такая, знаете, ну, я уверена, что если вы погуглите, если вы никогда не видели этого аромата, как он сделан, погуглите. Он очень крутой. Здесь вот, знаете, такой старая школа, как будто бы это одеколон старой школы. В общем, все суперкруто. Это называется память об аромате, что-то такое. Короче, шикарная вещь. Очень. Во-первых, нужно сказать, по крайней мере, я говорю огромное спасибо Gucci за то, что они не побоялись выпустить такой аромат на широкую аудиторию, на широкую публику. Для меня этот аромат, он больше ниша, чем массовый аромат. Именно потому, что ромашка, я, например, ромашку не люблю. Я не люблю ромашковый чай. Вкус ромашки мне не нравится. Но запах ромашки в ароматах это другое. Мне очень нравится. Я уверена, что очень много людей, кто не любит ромашку. У неё такой горьковатый чуть-чуть такой запах и вкус. Поэтому этот такой... А здесь этой ромашки до хрена? Просто до хрена. Поэтому это был такой довольно рискованный шаг выпустить. Поэтому огромное им спасибо, что они не сделали этот аромат и не запахнули его в свою какую-нибудь нишевую линейку. Вот. Этот аромат сейчас на мне и он совершенно замечательный. Он... Если вы не видели его рекламу, посмотрите его рекламу. Мне кажется, в этой рекламе просто заключен весь смысл этого аромата, весь его посыл. Это такие вот расслабленные, абсолютно одетые, как хиппи, танцующие люди вечером около сена вот этих вот всех деревенских таких прибабахов. Там и цветочки есть, и они там отдыхают, там песни поют, у костра прыгают, танцуют. В общем, такие вот конкретные хиппи, расслабленные летние хиппи. Вот. И это действительно такой аромат. Вот действительно, знаете, если вы были летом в селе, либо в деревне, либо в том... Даже если вы проезжали мимо поля, вот, если вы никогда не были в селе, в деревне, если вы житель города, стопроцентный житель города, из железных джунглей, из гранитовых и из асфальтовых джунглей, никуда, никогда не выезжали, если вы проезжали просто мимо поля, вы совершенно точно знаете, тут терпковатый, горьковатый, тёплый запах травы и ромашек, и полевых цветов, которые вот под солнцем. специфический такой вот запах. Этот аромат, он просто полностью передаёт, этот вот такой летний, расслабленный, очень призывающий к ничего не деланию запах. Совершенно замечательный аромат, мне он очень нравится. Очень многие люди жалуются на то, что он ни хрена не стойкий. Для меня, я скажу так, для меня стойкость важна, но во-первых, не принципиально, во-вторых, по важности, если там стойкость у нас, если её распределить, их распределить, все вот эти вот критерии, по которым я оцениваю аромат, стойкость для меня, она будет где-то вообще в конце. Потому что это не самая главная вещь. я люблю менять ароматы, но не поэтому для меня это не самое главное. Просто если аромат очень красивый, то для меня не так уж будет важно стойкий он или нет. Конечно, мы не говорим о стойкости там 10 минут, да, если я плачу деньги за какой-то аромат, я хочу, чтобы хотя бы 3-4 часа он на мне был. 3-4 часа это для меня вполне приемлемая стойкость. Конечно, если я хочу купить аромат, который стоит например 180-190 евро, да, 3-4 часа это мало, ребята, очень мало. Но вот аромат, который сейчас я видела его на многих сайтах, почему-то он сейчас по скидкам. Не сигнал ли это того, что все-таки его будет снимать? Не хотелось бы, потому что он новый и он очень интересный. Я его даже видела за 32-35 евро, за 40 мл. Это отличная цена. Если мы исходим из этого, ну, в общем-то, все нормально, все хорошо. Я не могу сказать, что здесь стойкости абсолютно нет. У него средняя нормальная стойкость, поэтому, конечно, если вы рассчитываете из одного пшика получить стойкость и шлейф на 12 часов, то это абсолютно не к этому аромату. Но все в пределах нормы, мне кажется. Я этот аромат очень хорошо знаю. Я его знаю не по этому пробнику, как видите, он практически новый. Я его знаю по многочисленным отливантам, которые у меня были, по пробникам, которые у меня были. я их даже сливала в 20 миллилитров или 15 в общем. То есть я хорошо его относила, я прекрасно понимаю, о чем я рассказываю. То есть пусть у вас не складывается мнение, что я сейчас это все буду разглагольствовать просто один раз его попробовав на запястье. Нет, все не так. В общем, очень интересная вещь. Очень запах мне кажется он простой, но тем не менее он сложный. Вот эта ромашка, которую мы все-таки не часто слышим в парфюмерии, потому что все-таки специфическая вещь. Она придает такую огромную изюмину. Она 10 килограмм этого изюма, этому аромату подбрасывает. Очень классная штука, очень. Я не люблю говорить о том, что аромат кого-то там обязывает. Я этого абсолютно не понимаю, что аромат нас обязывает носить то или не носить это, быть накрашенными так или сяк. Но я думаю, что этот аромат, он как мало других ароматов будет обязывать кого-то, если люди к этому склонны, к этому обязыванию ароматами, он будет обязывать надеть какую-нибудь деревенскую рубаху, какую-нибудь вышиванку, какой-нибудь может быть сарафан длинный, в общем, что-то такое хиповое. И скорее всего этот аромат не подойдет тем людям, кто привык ходить очень в каких-то там строгих костюмах, в белых рубашках, вряд ли этот аромат понравится такому человеку, потому что этот аромат, знаете, какой-то такой свободы, чистоты и свободы, ничего не делания и вообще полного разглядяйства, мне кажется, ну в хорошем смысле. Просто если кто-то вспомнит то время, когда, например, он был в гостях где-нибудь у бабушки, у дедушки, в селе, ни хрена не делал, только бегал в грязюке весь, вот, это вот примерно такой аромат, то есть аромат, который вас, как некоторые ароматы некоторых людей могут заставить собраться, могут заставить там красную помаду нанести, я это не разделяю, но просто я неоднократно слышала о том, что некоторые люди именно так воспринимают ароматы, что аромат над ними стоит с плеткой и говорит, вот теперь ты должен надеться, теперь давай помаду нахреначивай, этот аромат, он абсолютно вас этого не будет заставлять делать, этому аромату ему абсолютно по барабану в чем вы будете, ему абсолютно по барабану куда вы пойдете, это такой аромат расслабон, но очень приятный расслабон, он совершенно не сладкий, он будет подходить тем людям, которые любят не сладкие ароматы, легкие не сладкие летом, мне кажется, он будет Просто шикарен. Я этот аромат, если бы он у меня был, например, в полноразмерном флаконе, я бы его носила куда хочу, когда хочу и с чем хочу. Джинсы, джинсы, рубашка, рубашка, кожаное что-то, кожаное что-то. То есть я не считаю, что этот аромат к чему-то, как все другие, к чему-то меня могут обязать. Но совершенно определённо он настраивает на очень лёгкую такую волну лёгкого пофигизма. Это абсолютно точно. Мне так показалось. Если вы любите какие-то, знаете, яркие ароматы, какие-то там соблазнительные ароматы и всё такое, то это не к нему. Это не к нему. Поэтому очень мне он нравится, очень. Он такой пофигист, аромат такой хороший пофигист, очень ароматный пофигист. У меня от него только позитивные эмоции, абсолютно точно. Мне он невероятно, невероятно нравится. Даже вот эта ромашка, которую обычно я не люблю её. Я люблю запах ромашки, вот сухая когда ромашка, мне этот запах очень нравится. Вот здесь вот именно запах сухой ромашки. Не вот этот вот запах ромашки аптечной, не запах какой-то ромашковой настойки, не запах этого ромашкового чая. А здесь вот именно сухая ромашка, которую собрали, потом её просушили хорошо, и вот она у нас в пакетике лежит. Всё круто, замечательно. И опять же, те, кто создал этот аромат и кто его выпустил на рынок, молодцы, что они не побоялись его сделать. Он абсолютно отличается от тех ароматов. Если вы просмотрите, просто проследите, какие ароматы вышли в тот же месяц, месяц до этого, месяц после этого, вышли абсолютно другие ароматы. То есть он отличается на 100% от всего, что вышло. И вот, ну, в общем, да, он мне очень-очень приятен. Я не отменяю того факта, что, скорее всего, я себе его возьму. Но так как, опять же, у меня он уже был в довольно приличном количестве, опять же, у меня есть вот этот вот, вот эта вот мини-версия, у меня есть ещё несколько пробников всего вместе, может быть, где-то миллилитров 30-40 у меня есть или было. Поэтому у меня нет такой жгучей надобности сейчас покупать этот аромат, но обязательно я его куплю себе. Мне кажется, что этот аромат будет совершенно замечательно дополнять коллекцию. Потому что таких ароматов, как он, их мало. Их мало. И я считаю, что этот аромат будет замечательно на женщинах сидеть, замечательно будет сидеть на мужчинах. Я... Ой, какой же он ароматный! Даже вот этот вот индийский жасмин, который считается, что жасмин всё-таки какой-то там женский цветочек, да? Я не думаю, что этот аромат слишком женский. У него нет ни... Как сказать, не 100% мужских, не 100% женских нот. Он абсолютно нейтральный и на каждом будет сидеть по-разному. Но абсолютно точно, что аромат стоит затестить. Может быть, он вам и не понравится, Но я думаю, что вы тоже оцените то, что всё-таки осмелились Гуччи выпустить этот аромат. Когда везде женские, это значит какие-то там цветочки яркие, сладенькие или что-то такое. А вот они взяли и выпустили вообще то, что никто никогда от них не ожидал. Поэтому, да, супер аромат. Очень-очень-очень-очень нравится. Опять же, я думаю, что каждый человек должен тестить аромат на себе, на своей коже. Но если вам будут говорить, а вы будете без затеста думать, что этот аромат нихрена не стойкий, я не буду его брать, лучше, мне кажется, тестить и сами. И опять же, 3-4-5 часов на коже, это хорошая стойкость. У меня, например, с моей кожей этот аромат не улетучивается в первые 10 минут. Вот. На этом всё. Мне бы очень хотелось узнать, что вы думаете насчёт этого красавца. Хотите ли вы его купить? Может быть, не хотите. Может быть, ходили вы вокруг него, тестировали его и решили, что нахрен вам эта ромашка сдалась. Напишите мне, напишите, мне очень интересно. Опять же, эта ромашка на мне, и она невероятно ароматная, эта ромашка. Очень нравится. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok